Доброе утро, уважаемые трейдеры и клиенты компании Амаркетс. Сегодня 18 ноября и мы начинаем наш утренний брифинг. Сразу же переходим к главному событию вчерашнего дня. Безусловно, таким событием явилось выступление председателя ФРС Джанет Йеллен. Вчера в 6 часов по московскому времени она выступила перед журналистами и ответила на ряд вопросов, а также прояснила ситуацию насчет дальнейшей политики ФРС в отношении в том числе и процентной ставки и в целом тех действий, которые будут предприниматься. Давайте озвучим основные тезисы, которые прозвучали и исходя из которых мы можем уже сделать некие выводы на предстоящие недели и возможно даже месяцы можем спрогнозировать развитие тех или иных тенденций. Итак, прежде всего нужно отметить довольно двоякое выступление Йеллен. Она не стала делать каких-то резких заявлений и, как всегда, те положительные и отрицательные моменты, которые происходят в экономике США, были предподнесены в таком довольно сглаженном варианте. Вот, например, она не стала говорить вовсе о том, что снижается доходность по американским акциям в последнее время и в то же время увеличивается доходность по американским облигациям. Как мы знаем, увеличение доходности по облигациям является негативным сигналом, потому что говорит о том, что в целом для того, чтобы занимать средства, банкам и правительству уже требуется предоставлять большую процентную ставку. То есть здесь, в принципе, все довольно логично. И вот увеличение доходности по американским облигациям является в целом негативным сигналом для инвесторов. И, конечно же, тот факт, что Йеллен этот момент не озвучила, также многих инвесторов разочаровал. Следующий момент заключается в том, что все ожидали комментариев по поводу декабрьского заседания и многие даже уже думали услышать прогноз на следующий год. Вот что же будет предпринимать ФРС в следующем году, так как ранее, например, Джеймс Буллард, также представитель ФРС, уже давал свои оценки на следующий год и много говорил о декабрьском заседании ФРС. Однако Йеллен повела себя довольно предсказуемо и не стала, опять же, делать никаких заявлений, которые могли так или иначе повлиять на рынок. То есть, опять же, мы можем сделать вывод, что главная цель, которую сейчас преследует Джанет Йеллен, это в первую очередь избежать повышенной волатильности на рынках, несколько успокоить инвесторов и крупных участников рынка и, конечно же, стабилизировать ситуацию. Потому что, опять же, многие ждали довольно резких заявлений, учитывая то, что президентом США станет Дональд Трамп, но ни для кого это уже не секрет, очень многое об этом было сказано. Также очень много было разговоров о том, что между Йеллен и Трампом были определенные противоречия, можно было говорить даже о некой конфронтации. И самые пессимистичные аналитики утверждали, что даже Йеллен может подать в отставку и не доработать до конца своего срока, не отработать свой контракт. Напомню, что Йеллен должна оставаться у руля ФРС до начала 2018 года. И вот, опять же, в ходе вчерашнего выступления мы услышали в том числе и такую фразу, что она все-таки планирует доработать свой срок до конца, отработать свой контракт. И поэтому никаких, опять же, предпосылок для того, чтобы начали волноваться крупные участники рынка, чтобы увеличилась волатильность на финансовых рынках, ничего этого не произошло. И, конечно, это в целом является весьма позитивным моментом. Тем не менее, было еще несколько интересных заявлений в ходе данной пресс-конференции. И, в частности, Йеллен говорил о том, что ФРС постепенно приближается к тем целевым показателям, которые установлены по инфляции и по занятости. Напомню, что многие считают Йеллен представителем ястребинного лагеря, что называется, то есть того человека, который склонен скорее повышать ставку в перспективе, нежели оставлять ее на столь низких значениях. Чуть позже я расскажу вам, почему мы такое большое внимание уделяем декабрьскому заседанию ФРС и решению по процентной ставке в США. Пока же напомню, что традиционно существует два лагеря, которые называют, одних представители называют ястребы, другими называют голуби. То есть ястребы выступают за ужесточение монетарной политики и повышение процентной ставки, а голуби, напротив, считают, что необходимо удерживать ставки на максимально низких значениях, чтобы стимулировать экономику. Так вот, Йеллен традиционно считается именно представителем лагеря ястребинного. Поэтому, опять же, в ходе вчерашнего выступления мы также услышали речь о том, что период низких ставок, точнее крайне низких ставок, которые мы наблюдаем в последние месяцы, должен подойти к концу. И хотя бы на несколько процентных пунктов, я говорю именно о десятых, о базовых пунктах, ставка должна быть повышена в самое ближайшее время. Но, тем не менее, мы уже отмечали сегодня то, что все-таки, опять же, есть некие противоречия в ходе выступления и в ходе тех комментариев, которые были предоставлены. То есть, например, при наличии такой ястребинной позиции мы не услышали ни слова о том, что будет повышение ставки в декабре. Это, опять же, остается некой загадкой и остается лишь догадываться о том, что же по факту произойдет на следующем заседании ФРС. Также, конечно, мы уже озвучили, что прогнозов на следующий год не произошло. И это, опять же, вызывает некие вопросы. В целом, предпосылкой для повышения ставки ФРС является еще и макро-статистика, которая поступает из США. Вот в ходе вчерашней торговой сессии было несколько крайне позитивных моментов. Первый из них касался данных по строительству на американском рынке. Например, объем строительства нового жилья оказался в три раза лучше прогнозных значений. И, конечно, это является весьма позитивным сигналом для тех, кто покупает американский рынок в целом. Также вчера были опубликованы данные по безработице, а именно была опубликована цифра заявок на пособие по безработице. Так вот, она оказалась минимальной за последние 40 лет. Это также отмечалось многими аналитиками в ходе вчерашней американской торговой сессии, потому что эти данные были опубликованы уже ближе к вечеру. И вот сегодня также утром очень активно обсуждается эта информация. То есть мы видим, что данные по строительству, которые традиционно считаются важными для макроэкономики, для картины в целом, и данные по занятости, они как бы благоволят тому, что нужно и можно повысить ставку уже в декабре. На фоне всех этих позитивных новостей небольшим темным пятном была статистика по ИПЦ, это индекс потребительских цен. Мы уже в ходе вчерашнего брифинга обсуждали этот момент. На самом деле, вот немного хуже прогнозных значений оказываются цифры именно по потребительским ценам. То есть цены не растут, и инфляции, которая не помешала бы сейчас пока нет в ближайшие месяцы. То есть напомню, что небольшая инфляция в пределах, скажем, 0,5% считается положительным моментом. И вот в отличие от нашей российской действительности, где мы всегда сталкиваемся с высокой инфляцией в Америке и Европе, и, конечно же, в Японии, ЦБ стремятся к тому, чтобы обеспечить хотя бы минимальное значение инфляции, что дает в целом положительный, оказывает положительный эффект на экономику и позволяет ей расти. Так вот, на фоне всех этих событий, мы наблюдали вчера некое укрепление доллара, о чем мы также предупреждали в ходе вчерашнего брифинга, по отношению к евро, британской валюте и, конечно же, японской иене, мы увидели удорожание американской валюты. Опять же, оно не было каким-то сильным, и, конечно, не приходится говорить о каких-то серьезных движениях, трендах. Все-таки рынок сейчас находится в довольно спокойной стадии после периода повышенной волатильности, и, конечно же, в ближайшие дни, опять же, каких-то информационных поводов не предвидится для того, чтобы эта волатильность на рынке вернулась. То есть сейчас такой период затишья, который всегда, как мы знаем, бывает после сильных трендовых движений на рынках. Так вот, что еще хотелось бы отметить, то, что сегодня, пожалуй, не стоит ожидать также каких-то серьезных движений, и, скорее, доллар продолжит укрепляться. Почему? Хотя бы потому, что на сегодня не запланировано каких-то серьезных значимых публикаций макроэкономических событий. Но, тем не менее, будет на что посмотреть. Прежде всего, мы советуем вам обратить внимание на выступление Марио Драги, это глава ЕЦБ, и он выступит сегодня в 11 часов по московскому времени. Тем не менее, все уже привыкли к тому, что каких-то серьезных заявлений в последнее время он не делает, и на рынке влияет слабо. Все уже понимают, что те тенденции, которые наметились в политике ЦБ Европы, они пока меняться не будут. Будет продолжение умеренного смягчения, умеренного накачивания ликвидностью, то есть деньгами, экономики еврозоны. Поэтому, опять же, евро находится под давлением, исходя из всего этого. Помимо всего прочего, данная неделя характеризуется тем, что мы наблюдаем по всем странам публикацию, практически по всем основным странам публикацию индекса потребительских цен. И вот сегодня последний в этом списке отчитается Канада. Поэтому, опять же, по канадской эволюции может быть некая повышенная волатильность, но все это будет в пределах дневного АТАР. То есть, дневной ход цены по данной валютной паре, вероятнее всего, не будет превышен. Я имею в виду среднее значение, вот дневного АТАР, вероятнее всего, не будет превышен. Следующий очень важный момент, который хотелось бы обсудить. Если вы еще не видели котировки американских облигаций, которые вы можете видеть в МТ-4, они называются ТИНОТ. Это десятилетние казначейские облигации США. То обязательно откройте этот график и посмотрите, как сильно снизились цены на американские казначейские облигации. И вот это очень интересный момент. Хотелось бы далее обсудить. Напомню, что облигации считаются крайне надежным активом. И обычно их цена не изменяется на серьезные значения, как это может быть, например, по акциям, индексам и валютным парам. Тем не менее, в последние 5-7 торговых сессий мы увидели сравнительно сильное снижение именно американских облигаций. При этом, если мы посмотрим на европейские аналогичные бумаги, то никакого подобного снижения мы там не увидим. И что же это означает? Можно сделать вывод о том, что данный аргумент является неким признаком того, что ставка ФРС опять же будет повышена в декабре. Почему? Сейчас попытаюсь объяснить. Дело в том, что когда процентные ставки растут, стоимость облигаций снижается. И в то же самое время, наоборот, если процентные ставки банками стран снижаются, мы наблюдаем увеличение стоимости самих облигаций. То есть я говорю именно не о доходности облигаций, то, о чем мы говорили в начале сегодняшнего брифинга, а говорю именно о стоимости самих бумаг. И поэтому вот этот аргумент отправляется в ту копилку, которая говорит нам о том, что уже в декабре вероятнее всего все-таки состоится повышение ставки ФРС. Потому что крупные участники рынка, держатели этих облигаций, напомню, что держателями американских облигаций являются крупнейшие участники вообще финансовых рынков. Это правительство многих стран, госкорпорации. И поэтому все это дает основания полагать, что опять же крупные игроки уже постепенно начинают уменьшать свою позицию именно в американских облигациях. Рассчитывая на то, что ставка будет повышена и те же самые облигации можно будет выкупить гораздо дешевле уже после декабрьского заседания ФРС. Поэтому это очень важный момент. И учитывая те условия торговли, то кредитное плечо, с которым вы можете открывать позицию, и также тот факт, что по данному инструменту, я еще раз повторюсь, говорю о T-NOT, американских казначейских облигаций, можно вполне торговать даже внутри торговой сессии. Поэтому призываю вас еще раз обратить внимание на графики данного инструмента в MT4. Буквально несколько слов скажем об индексах. В ходе вчерашнего брифинга мы говорили о том, что находятся они вблизи своих очень важных значений. S&P 500 вблизи исторического максимума, DAX 30 просто вблизи мощного уровня сопротивления. И в ходе вчерашней торговой сессии они совсем немного подрастали, приблизившись к этим отметкам. Тем не менее, сегодня мы ожидаем некую коррекцию по этим инструментам, потому что информационных поводов для того, чтобы преодолеть этот важный уровень сопротивления, ни у S&P 500, ни у DAX 30 сейчас нет. Поэтому все-таки, наверное, будут преобладать продажи по данным активам, учитывая, что формируется и фигура технического анализа, которая называется даже не двойная, а тройная уже вершина по этим инструментам. То есть уровень будет крайне сильным, поэтому вероятнее всего все-таки будет сегодня некая коррекция. Далее, скажем несколько слов буквально по нефти. Опять же, вчера мы довольно подробно обсудили перспективы нефти в ближайшие недели, учитывая заседание ОПЕК. И вот опять же, вчера вечером уже поступила некая новая информация на этот счет. Опять мы наблюдаем так называемые словесные интервенции. То есть, когда представители нефтедобывающих стран всяческими комментариями пытаются подстегнуть рост цен на нефть, намекая, либо говоря напрямую о том, что они близки к договоренностям, либо вот-вот понизят добычу нефти, да, либо планируют это сделать. То есть всяческим образом пытаются повлиять на котировки нефти, при этом ничего не делая по факту. И вот вчера наблюдалась очень интересная ситуация. Мы опять же столкнулись с тем, что этим комментариям уже никто не верит. Потому что после того, как появилась информация о том, что страны ОПЕК близки к договоренности и консенсусу по снижению добычи, также вышли интересные публикации из Катара, который якобы договорился с Ираном и Ираком по поводу снижения добычи в ближайшее время, либо, по крайней мере, об остановке увеличения этой самой добычи. Несмотря на все это, вечером нефтяные котировки пошли вниз. То есть эти комментарии произвели попросту обратный эффект на рынке, и это явилось даже некой нежидностью для нас, например. Потому что, опять же, мы говорили о том, что в целом нефть сейчас может на этой позитивной ноте ОПЕК перед заседанием расти. И так оно и наблюдалось в ходе утра, в ходе европейской сессии. Однако, вот эти комментарии, которые должны были подстегнуть еще больший рост нефтяных котировок, к сожалению, для покупателей возымели обратный эффект, и тем интереснее будет посмотреть сегодня за продолжением ситуации. Тем не менее, по нефти сейчас формируется восходящий тренд, и тот нисходящий канал, который мы видели в течение последних недель, он оказался пробит на часовом графике, это мы отмечали еще вчера. И все-таки пока еще есть определенная линия поддержки, линия восходящего канала, которая пока будет оставаться важным ориентиром для покупателей. Поэтому все-таки пока говорить о том, что нефть отправится на покорение новых минимальных отметок, говорить об этом пока не приходится. И наша позиция по нефти остается такой, что все-таки мы можем увидеть рост вплоть до заседания ОПЕК. Буквально несколько замечаний хотелось бы внести и по золоту. Довольно давно мы не обсуждали данный актив. Что касается золота, то все-таки, как обычно, мы смотрим на него со стороны покупок, только в периоды, когда видим наличие каких-то глобальных рисков на мировых финансовых рынках. То есть, когда есть какой-то повод, повышенная волатильность. И только в этом случае котировки золота обычно растут. Ну, нужно здесь, конечно, учитывать фактор добычи золота. Если, скажем, будет снижаться добыча, то котировки золота также пойдут вверх. Но в последнее время добыча золота остается на довольно стабильных уровнях. Поэтому, все-таки, прежде всего, мы говорим о золоте как о защитном активе. И, учитывая, что рисков сейчас на рынках как никогда немного, как бы странно это не звучало, и даже избрание Трампа на должность президента США, как оказалось, не добавило рисков на финансовые рынки. И, все-таки, в целом, ситуация остается довольно стабильной. Все это делает золото инструментом, подходящим для продаж. И мы видим, что в ходе вчерашней торговой сессии пал очередной важный уровень поддержки по золоту. Поэтому здесь нужно лишь говорить о том, что пока не будет каких-то новых информационных поводов по аналогии с индексами, золото будет под большим давлением и будет продолжать снижаться. Поэтому, опять же, пока пытаться развернуть рынок, что называется, и пытаться купить минимум не стоит. Нужно лишь подождать, пока, по крайней мере, не произойдет какой-то первичный разворот, пробой уровней сопротивления, и мы не увидим повышенный объем со стороны покупателей. Либо у нас не появится какой-то, может быть, и неожиданный информационный повод для того, чтобы и японская иена, и золото в качестве защитных активов начали свой рост. На этом хотелось бы закончить сегодняшний брифинг и пожелать всем успехов в торговле. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok